Главы дипломатии России и США провели новую встречу в Женеве. Сергей Лавров и Антони Блинкин вновь обсуждали так называемые гарантии безопасности, которых в ультиматийной форме требует Москва. Главное, чего добивается Кремль, обязательств Запада не принимать в НАТО Украину и Грузию. Вашингтон и руководство Альянса уже не раз отвечали, что не откажутся от политики открытых дверей, признавая при этом, что членство постсоветских государств в НАТО отнюдь не ближайшая перспектива. После предыдущих встреч российских дипломатов с представителями США, НАТО и ОБСЕ в Москве вновь заговорили о применении военных мер. А переброска армейской техники с востока России для проведения совместных учений с Белоруссией еще больше насторожило западных политиков. Госсекретарь США на встрече с министром Лавровым вновь предупредил Кремль о жестком ответе. Он последует, даже если речь пойдет не о прямом военном вторжении. Перед Россией сейчас стоит выбор – пойти по пути дипломатии, который ведет к миру и безопасности, или путь, который приведет только к конфликту, серьезным последствиям и международному осуждению. Соединенные Штаты, а также наши союзники и партнеры в Европе готовы к любому развитию событий. И мы будем продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь, что министр иностранных дел Лавров теперь лучше понимает нашу позицию. Антони Блинкин призвал Москву отвезти войска от украинской границы. Госсекретарь не исключил новых контактов Джо Байдена с российским президентом в случае, если это потребуется для решения проблем. В целом, заключил глава американской дипломатии, США и их союзники готовы работать над разрешением озабоченности России в сфере безопасности. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Кремль не претендует на зоны влияния, в то время как НАТО, по мнению Москвы, считает таковой Украину. Российский министр подтвердил, что Владимир Путин всегда готов к контактам со своим коллегой из Вашингтона и вновь отверг предположение о подготовке нападения на Украину. В целом, тон высказываний дипломатов сегодня, кажется, был гораздо мягче, чем неделю назад. Путин откровенно с Тони Блинкиным об этом поговорили. Он согласился, что, в общем-то, нужно, конечно, более разумно вести диалог. И надеюсь, что эмоции поубавятся. Хотя гарантий никаких нет. Я вам сказал, что это не конец нашего диалога. На следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкин, получим письменную реакцию. После получения документов из Вашингтона, Москве понадобится время на их изучение. Речь идет не о днях, а о неделях. После чего не исключена новая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкина. Ориентировочно она состоится в середине февраля. Добавлю, что около часа назад МИД России распространил официальное заявление по итогам встречи в Женеве. И в нем отмечается, что отношения стран находятся в неудовлетворительном состоянии. Дальнейшее игнорирование озабоченности России будет иметь последствия. Также в заявлении говорится, что Лавров и Блинкин договорились активизировать работу по нормализации визового режима. Россияне, напомню, причислены Америкой к так называемым бездомным нациям. Посольство США из-за ограничений, наложенных Москвой, перестало обрабатывать заявления на визы. И теперь обладатели российских паспортов вынуждены оформлять документы в других странах. Ну а дальнейшую судьбу российско-американских переговоров обсудим прямо сейчас со специальным корреспондентом газеты «Коммерсант». Владимир Соловьев присоединяется к эфиру новых итогов. Володь, приветствуем тебя. Тон переговоров, очевидно, смягчился. Вот уже и Россия заявляет, что не претендует на сферы влияния. И Байден говорит, что скорое вступление в НАТО Украины и Грузии маловероятно. Что дальше? Как считаешь, ждать ли смягчения позиции, а не только смягчения риторики? Ну, все говорят, что никто не претендует на сферы влияния. И сферы влияния остались в прошлом. Но именно о сферах влияния как раз и пытаются договориться Москва и Вашингтон. И Россия, заявив о том, что вступление в первую очередь Украины и Грузии, а на самом деле многих других вообще постсоветских стран, которые там могут рассматриваться, потенциальные члены, например, Молдавия, для нее недопустимо. Как раз и говорит о том, что это территория, это зона нашей ответственности. И давайте разбираться здесь будем мы. Как мы можем разбираться, Москва уже недавно продемонстрировала в Казахстане. Что касается смягчения позиций, риторически они не смягчаются. Но то, что мы наблюдаем, как раз успокаивает. Потому что вот 30 января США представят свои письменные предложения в ответ на российские письменные предложения. Уже сегодня было заявлено, что эти предложения будут учитывать и отвечать на российские озабоченности по поводу безопасности. В феврале свои предложения представит НАТО. Потому что НАТО тоже фигурирует. И НАТО тоже было предложено заключить отдельный договор. Поэтому пошла дипломатическая работа. Она будет длиться, как было уже отмечено, не дни, а недели, а может быть месяцы. И это успокаивает в том смысле, что позволяет надеяться, что пока она идет, пока эта работа проводится, никаких жестких решений в сфере безопасности предпринято не будет, если только не случится какой-нибудь очередной форс-мажор. Поэтому вот та самая война, о которой говорят с ноября, и которую уже не раз назначали последний прогноз украинских экспертов о какой-то провокации. Я видел, что она случится на крещение, но ничего не случилось, ничего не произошло. И будем надеяться, не произойдет и впредь. Будет идти дипломатическая работа. Володя Блинкин говорил о том, что на следующей неделе США дадут некий письменный ответ Москве. Каким примерно этот ответ может быть, учитывая, что в принципе Вашингтон давал Кремлю понять, что все равно двери НАТО открыты для всех, что исходный ультиматум Путина он невыполним. На каких все-таки позициях стороны здесь могут сойтись? Есть ли тут какое-то пространство для торга? И в чем может быть этот торг? У меня есть ощущение, ну не есть ощущение, а очевидно, что весь торг он ведется вокруг Украины. И несмотря на попытки Киева представить эти переговоры Москвы с Западом в широком смысле, там отдельно с США, отдельно с НАТО, о том, что несмотря на попытки Киева представить это как ничего об Украине без Украины, на самом деле мы как раз и наблюдаем переговоры об Украине на самом деле без Украины. И хотя Энтони Блинкен посещал Киев и проводил там переговоры, все, наверное, видели и обратили внимание, что он делал актент на выполнении минских соглашений в том числе. И это вряд ли нравится команде президента Зеленского, которое от этих минских соглашений пытается уклониться. Да и любая, собственно, украинская власть от этих минских соглашений будет уклоняться. Какой может быть компромисс? Мне сложно сейчас сказать. Уже неоднократно западные лидеры говорили, что перспектива членства в НАТО это не скоро. Ну, подразумевая, может быть, никогда. Москва же говорит, дайте нам юридические гарантии, что вы эти страны в НАТО не примете. Но здесь как бы помимо поиска компромисса сторонам придется искать возможность сохранить лицо. Потому что если одна из них пойдет на излишние уступки, это точно будет воспринято как поражение. И тут как бы такая многогранная идет игра. Но дипломатам, таким опытным, как Лавров и другие участники этого процесса, я думаю, не впервые искать формулировки для того, чтобы описать какие-то сложные сюжеты. Если будет стоять задача, найдут. Да. Володь, а как тебе кажется, почему в Киеве так заметно изменилась риторика в последние дни? Президент Зеленский позавчера обратился к гражданам, назвав предостережение ЦРУ и европейских разведок о российском вторжении фейком, призвал не снимать деньги со счетов, не скупать валюту, гречку. Ну, во-первых, паника не нужна самой Украине. Все-таки экономические проблемы, которые за ней следуют, они тоже невыгодны команде украинского президента. Ну, а во-вторых, позиция-то менялась несколько раз. Буквально уже после того, как Зеленский призвал не сеять панику, сам же он допустил, что Россия может взять Харьков. И сначала одно, потом другое, потом объяснять, что кто имел в виду. В общем, с одной стороны, очень нервная реакция Украины на все, что происходит, и украинского руководства. С другой стороны, ну, действительно, от того, что Украина будет паниковать, украинское население будет паниковать, скупать спички гречку, никто не выиграет. Володя, вот готовность США ответить санкциями даже на невоенные агрессивные действия России против Украины. Можно ли это трактовать как попытку предотвратить признание самопровозглашенных ЛНР и ДНР? Я думаю, что вся история с признанием ЛНР и ДНР – это тоже такая предпереговорная подготовка или сопутствующая переговорам демонстрация, на что, например, может пойти Москва. Эти дискуссии начались в Госдуме. Все это, в принципе, тоже можно было видеть еще в 2008 году. Похожие шаги, когда в Госдуму вносилось предложение признать независимость Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Тогда это сделано не было. Но и сейчас Россия демонстрирует готовность это сделать, видимо, если все-таки что-то пойдет не так. Санкции США в ответ на это, ну, санкции уже действуют. Какие еще они будут, я думаю, что по поводу санкций как раз Москва сильно не переживает. Володь, скажи, а посредничество Турции в попытке наладить отношения между Кремлем и Киевом, насколько это вероятный сценарий? Или Москва на это не пойдет, учитывая позицию Анкары по Крыму и то, что Турция сама член НАТО? Да и Киев, наверное, вряд ли будет в восторге от участия в переговорах представителей ДНР и ЛНР. Ну, по-моему, уже как-то было заявлено, что это предложение Москва не рассматривает. Да и вообще, если вы видите, Москва старается... Москва не идет на прямой контакт с Киевом, хоть в каких угодно форматах. Саммит в нормандском формате не состоялся. Двусторонние переговоры, которые предлагал Зеленский, ему в них было отказано. Если только обсуждать двусторонние отношения, но никак не Донбасс и Крым. Это уже не устраивало Киев. Поэтому Москва в принципе не соглашается говорить с украинской властью и дает понять, что она разговаривает с начальниками Киева, с Вашингтоном. Поэтому в этом смысле я не верю в возможность таких переговоров до того, как Киев согласится, например, выполнять минские соглашения. Володя, спасибо. Спецкор, газета «Коммерсант» Владимир Соловьев о прошедших в Женеве российско-американских переговорах и перспективах получения Москвой гарантии безопасности от США и НАТО. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!